Титан Катастрофа Титана схожа с катастрофой самого Титаника, где капитана предупреждали прямо по курсу льды, а он все равно шел вперед на полном ходу в безумную ночь. В результате многие погибли. И вот аналогичная трагедия, которая произошла на том же самом месте и по той же самой причине игнорирования предупреждений. Джеймс Кэмерон спускался к Титанику на нашем аппарате МИР вместе с Анатолием Загалевичем, знаменитым исследователем океана МИРы, в разработке которых он участвовал, совершили более тысячи погружений и ни одной чрезвычайной ситуации за почти 30 лет. Титан не выдержал и трех лет эксплуатации. Парад был сделан против всяких правил безопасности. Они принеблили, так сказать, вот, ну, тем опытом, который накоплен в течение многих десятилетий. Это, в общем, в некоторой степени вандализм, так сказать. Тот самый глубоководный аппарат МИР, на котором Джеймс Кэмерон спускался к Титанику, находится здесь, в Канининграде, в музее Мирового океана. Сравнивая техническое оснащение оборудования, которое установлено на МИРе и Титане, становится понятно, почему вообще произошла эта катастрофа. Один из многих красноречивых фактов для управления на Титане использовался обычный геймпад от игровой приставки. Такие вы можете найти в любом магазине за пару тысяч рублей, и они могут выйти из строя, когда вы используете их, сидя на диване перед телевизором. Какие уж там океанские колубины. Все оборудование на МИРе, напротив, было разработано специально для аппарата, и прошло огромное количество проверок, чего не было сделано на Титане. Он вообще не имел никакой сертификации, не проводилось испытания материала в судно. Для сравнения, корпус МИРа прошел 50 циклов в камере высокого давления, причем с давлением 720 атмосфер. Получается, еще до того, как МИР был спущен на воду, он уже выдержал такие нагрузки, как если бы провел 50 погружений на глубину 7 километров. Для кого-то может это показаться избыточным, но для моряков это, скорее всего, залог, опять-таки же, успеха. Несколько степеней защиты, аварийные балансные системы, продублированная система движения. Всего этого на Титане не было. Вместо баланса ржавых труб отсутствовал даже аварийный маяк. Но самое слабое место – корпус. Сама компания признавала материал, показывает признаки циклической усталости. И главное тут, что это за материал? Сам корпус был сделан из углепластика, карбон-пластик. Ну и, в общем-то, карбон, он для циклических нагрузок непригоден. Потому что он, в общем, не пластичный, он, так сказать, хрупкий. А ведь углепластик, он, когда трескается, он, значит, рассыпается в порошок, как стекло. Вы знаете, когда стекло давит в камере, скажем, стеклянный шаг, он рассыпается просто в пыль. Именно это и произошло с Титаном во время спуска имплозия. Взрыв направленный вовнутрь. Причем все случилось не просто за какие-то мгновения, за долю миллисекунды. Никто ничего не понял. Еще одна роковая ошибка в истории Титана закралась на этапе самого проектирования аппарата. У них не сфера, а труба. Это невыгодная форма. Сфера самая выгодная форма. И то, как они в местах действия толщения где-то все равно создаются какие-то больше входимы. Даже в сфере. А труба, она сама по себе неравномерно нагружается очень. Вот так выглядят наш мир и Титан внутри. Двойной корпус мира скрывает именно сферическую жилую капсулу. В сочетании с высокопрочной сталью это и позволяло выдерживать высокое давление. Титан с его вытянутым цилиндром никогда бы не прошел сертификацию для погружения на 4 километра. Анатолий Сагалевич дружил с одним из погибших пилотом Полем Анрина Ржаве. И высказывал ему опасения еще несколько лет назад. Я бы не полез этого никогда. Я говорю, ну ты будь осторожен. Потому что я бы в цилиндре на большие глубины не полез. Я ему так сказал. Ну, Анатолий там, говорит, большие деньги у нас. Вот были его слова. Ради максимального дохода от своих авантюрных погружений руководители компании Ocean Gate, видимо, и пренебрегали дорогостоящими проверками качества погибшей в кабине своего же детища. Основатель компании Stockton Rush говорил, рекламенты и правила устарели, надо относиться к погружениям проще. Для него это все действительно словно было игрой. К урокам истории самого Титаника Мистер Раж, кажется, был равнодушен. А ведь его жена Венди Раж, праправнучка погибших на Титанике, Исидора и Ивиш Траусов, самых богатых пассажиров печально известного лайнера. Петр Дерягин, Андрей Брокос, Юлия Заграничного, Анастасия Берестенко, Первый канал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...